В школах рассказывают про вещь, чем опасен и как можно заразиться. В гости к старшеклассникам приходят врачи и волонтеры спеццентра. В этом году акция «Дальний Восток без ВИЧ» состоялась и в уссурийской школе. На необычном уроке побывал Станислав Васильченко. Молодежь и ВИЧ – тема акции, которая проходит на Дальнем Востоке. В уссурийске профессионалы рассказывают ребятам об опасной инфекции и о том, как ее избежать. Одна из целей акции – просветительская. Подросткам рассказывают, каким образом передается ВИЧ и как не передается. Общество боится людей с вирусом иммунодефицита. Зачастую люди просто не знают о том, что болезнь не передается через слюну, рукопожатие или воздушно-капельным путем. Это такие же люди, как и мы. И здесь нет ничего стыдного в том, что человек болен. Он мог заболеть и не по своей вине, он мог родиться с этим. И это абсолютно нормально. И я считаю, что таких людей нужно, наоборот, поддерживать. Олеся Титова – равный консультант ВИЧ-центра. Человек, который живет с вирусом иммунодефицита. О недуге знает все и всегда готова помочь людям, которые только столкнулись с этой проблемой. Специальную подготовку Олеся проходила в Москве и Санкт-Петербурге. Я решила просто самой себе помочь тем, что я буду помогать таким же, как я. Мне легче стало с этим жить. И люди, которые приходят ко мне, они, соответственно, получают поддержку. С выше миллиона ВИЧ-инфицированных людей зарегистрировано по всей России. В Приморье статистика неутешительная. У нас ВИЧ-инфицированных больше, чем в любом другом регионе Дальнего Востока. 16 тысяч человек. Но жить с этим диагнозом можно. Современная медицина помогает человеку жить полноценно. Главное – вовремя обследоваться. Для этого специалисты Центра СПИД проводят акции. Все случается тогда, когда человеку сообщают диагноз. Вот тогда человек начинает более подробно задумываться. Хотя, ну вот я занимаюсь профилактикой уже более 20 лет. И, в общем-то, все равно люди слушают. Не факт, конечно, что все правильно начинают поступать. Но какая-то часть все равно задумывается, слушает и соответствующий себя ведет. Многие не идут обследоваться только потому, что боятся узнать свой статус. Но это неправильно. ВИЧ давно не приговор. Инфицированные пациенты получают терапию абсолютно бесплатно. В Приморском крае работает телефон горячей линии. Сдать анализ бесплатно и анонимно можно во Владивостоке в СПИД-центре по адресу Борисенко, 50. Стас Васильченко, Панорама.